Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим про 8 марта Кто не знает, это международный женский день Атрибутика этого праздника Цветок мимозы Тильпаны тоже годятся, любые весенние цветы Поздравляем всех женщин! Желаем счастья и любви Любить и быть любимыми! И чтобы мужчины их не обижали Особенно мужчины в ряосах! Православные этот праздник не любят И называют День феминисток и проституток Вообще-то, международный женский день Это День женщин, которые защищают свои права Началось все с того, что женщины потребовали равные с мужчинами права, избирательные Ну, а потом женщины успешно добились права выполнять работу, которая традиционно считалась мужской работой А почему нельзя, если в результате научно-технического прогресса У женщин это стало хорошо получаться Причем иногда даже лучше, чем у мужчин А еще женщины добились права Разводиться со своими мужьями И делать аборты Потому что на смену феодальному строю Пришел капиталистический При капитализме женщина могла работать И жить на заработанные деньги При феодализме это было невозможно Ну, вообще при феодализме и мужчина не мог жить самостоятельно Потому что не было рынка труда Все было привязано к землевладению Поэтому право разводиться и порвать со всей своей мракобесной родней И уехать в город на заработки Была радостно воспринята и мужчинами, и женщинами А еще одним из прав, которого добились женщины Это было прервание беременности Потому что в капиталистическом обществе Беременность и материнство Как ни странно, мешают работать Это в традиционном обществе При феодализме Если женщина беременна Она в общине В большой семье На земле То Ей найдется какое-нибудь занятие И за ней кто-то будет ухаживать А на фабрике Дети Как рожденные Так и недорожденные Мешают Поэтому или аборт Или кто-то эту женщину должен содержать Но она одна Потому что уехала из семьи Туда, где есть рабочие места Подробности о проблемах Которые в капиталистическом обществе Имели женщины До того, как они добились права На прерывание беременности Типа аборт Хорошо описал немецкий писатель Эрих Мария Ремарк В повести Триумфальная арка В Триумфальной арке Все очень уныло Если сделает аборт В подпольной клинике То в лучшем случае Вернет себе возможность Работать на тяжелой физической работе И жить А в худшем случае Помрет от осложнений Возникших от вмешательства Плохого врача Но если аборт она не сделает То просто сдохнет от голода Вместе с ребенком Права, за которые боролись женщины И которые ассоциируются с 8 марта Очень не нравятся Религиозным активистам Поэтому они призывают Праздник 8 марта Не праздновать А права, которые женщины Так долго и упорно добивались У них Отнять Вот сейчас очередной миллион подписей Собирается за запрет абортов В России Священник Дмитрий Смирнов Очередным своим шокирующим Высказыванием порадовал Типа отнять у женщин Право на образование Сказал Типа Девочкам не надо ходить в школу Потому что там Ничему хорошему не учат А надо сидеть дома Потому что девочке Самое главное Научиться ухаживать за детишками Отлично сказал Наглядно показал Что такое мракобесие А по поводу ухода за детишками К сведению батюшки Скажу Что бы ухаживать за детишками Надо уметь читать рецепты лекарств И инструкции к продуктам Чтобы ребенка оформить в школу и детский сад Надо еще документы заполнить А чтобы документы заполнить Надо не только уметь буквы писать А надо еще быть юридически грамотным Надо уметь работать с информацией То есть недостаточно даже сейчас Современной мамочки Иметь начальное школьное образование Современной мамочки Хотя бы иметь средне-специальное Плюс дополнительные навыки Работы с компьютером Например Плюс дополнительные навыки Юридические, медицинские Плюс желательно еще В педагогике разбираться Потому что всех надо контролировать И врачей, и юристов, и учителей Так что хорошая мамочка Она вообще должна быть Очень такой барышней Умной Это точно И активной И уметь защищать Свои права И еще права своего ребенка И своего ребенка Причем рожденного И своего ребенка Да Вот в том числе и от чужих И от нерожденных детишек А в качестве Альтернативы Восьмому марта Нам православные активисты Предлагают Праздновать Неделю Жен и Роносец Это второе воскресенье После Пасхи И до конца недели Очень характерное Противопоставление Восьмое марта Это про женщин Которые Защищают Свои права Которые активные Целеустремленные Которые хотят Работать Заниматься Общественной И политической Деятельностью А согласно Евангельской истории Жены Мироносицы Это женщины Которые Первыми Идут на кладбище Чтобы Исполнить Религиозный Обряд Жены Мироносицы Это Необычные Женщины Ну конечно Необычные Среди них Сама Дева Мария Но Тем не менее Православный Женский День Это Почему-то Не Благовещение Богородицы Не Рождество Богородицы А Как ни странно Именно День Жен Мироносиц Когда Женщины Собрались И пошли На Кладбище И пошли К гробнице Иисуса Христа Чтобы Доделать Незаконченный Ранее Религиозный Обряд Причем Пошли Так быстро Эмоционально Даже не подумали Как они В эту Гробницу Попадут Там уже Все-таки Вход был Закрыт Большим Камнем Да Серьезно То есть Очень Узнаваемый Типа Женщин Которые На родительскую Субботу Бегут В храм Эти же Женщины Они Сразу В огромные Очереди К каким-нибудь Мощам Выстраиваются Привезут В храм Христа Спасителя Из Греции Какую-нибудь Косточку И сразу Вот Узнаваемый Типаж К ней В большой Очереди Стоит Ну Я Под Оба Эти Типажа Подхожу И Под 8 Марта И Под Джон Мироносец Ну Вот Поэтому Мы Оба Эти Праздника Празднуем И не только Празднуем Но и Видео Записываем На этом И прощаемся С вами Подписывайтесь На наш Ютуб Канал Платочек Ставьте Лайки Пишите Комментарии И Не забывайте Поздравлять Своих Любимых Женщин С 8 Марта А Православных Женщин Еще и С Неделей Джон Мироносец Это Тоже Важно До встречи Следших Видео Спасибо За Внимание До встречи Субтитры